Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, как я обещала в предыдущем блоге. Если вам будет интересно, то я покажу, как я готовлю сырники. Поскольку было очень много запросов, я решила, собственно, снять это видео. И сегодня покажу вам, как я их готовлю. Рецепт максимально простой. И с тем количеством ингредиентов, которые я сегодня покажу, можно приготовить завтрак на двоих взрослых, которые вот любят покушать хорошо и плотно. Если вам надо на взрослого и на ребенка, или вы только для себя делаете, тогда делите просто количество всех ингредиентов на два. И тогда вам точно хватит. Итак, что нам сегодня понадобится? В первую очередь нам нужен будет творог. Для тех, кто живет в России и в Европе, наверное, это не будет никакой проблемой найти подходящий творог. Для тех девчонок, которые живут в Америке, скажу, что нужен творог именно Farmer's Cheese. Вы можете выбрать любой бренд, но главное, чтобы это был Farmer's Cheese, потому что вот этот вот обычный cottage cheese, который здесь продается, он совсем зернистый, и он не подходит для сырников. И нам надо будет 400 грамм, у меня чуть-чуть больше. У меня в каждой упаковке 213 грамм, но, в общем-то, несущественная разница, поэтому больше не меньше. Дальше нам, естественно, понадобится манка. Нам надо будет 2 столовые ложки всего лишь. Потом мука, тоже 2 столовые ложки. 2 столовые ложки сахара, 2 яйца, щепотка соли и немножко ванилина. Теперь нам надо просто все это перемешать в одной миске. Сначала я добавляю творог. Дальше я разобью в миску яйца. И второе. Добавляю манку. Как я уже сказала, 2 столовых ложки. 2 столовых ложки сахара. И теперь 2 столовые ложки муки. Ну, я так, немножко с горкой кладу. Нам еще мука понадобится для того, чтобы обвалять уже готовые, ну, почти готовые сырники перед тем, как мы будем класть их на сковороду. Соль и ванилин я добавляю так, на глаз. Ну, и теперь все это перемешиваю тщательно. Ну, все, тесто я замешала. И теперь самое главное в сырниках дать ему полчаса хотя бы постоять для того, чтобы манка разбухла. И сырники были такие вот воздушные, мягкие и очень вкусные. Первый раз, когда я готовила сырники, я почему-то этот момент решила упустить, потому что хотела быстрее утром позавтракать, и они получились не очень вкусные. Поэтому я для себя вывела точное правило, что минимум полчаса обязательно надо, чтобы они постояли. И ни в коем случае не забывайте об этом. Ну, теперь мы переходим уже непосредственно к жарке сырников. Я поставила сковороду. Вы можете, в общем-то, использовать и поменьше сковородку, но мне намного удобнее, быстрее получается, потому что на нее больше помещается, и как-то меньше подходов надо делать. Я уже на сковороду налила растительного масла. Сейчас она разогреется, а здесь мне надо сделать... То есть я все делала обычно на плите, чтобы удобнее было. Теперь я буду брать небольшое количество теста, ну, то есть вот так вот на ложечку, ну, не целую, наверное, даже ложку, кладу на муку, обваливаю и делаю, в общем-то, форму будущего сырника и кладу уже на теплую, на горячую даже, скорее всего, сковороду. Ну, в общем, как-то так это будет выглядеть. То есть я скатываю здесь шарик в муке, чтобы они полностью покрылись мукой и не прилипали. Ну, такой вот, в общем, получается комочек. Я из него делаю форму сырничка. Я не считаю, что обязательно они должны быть суперкрасивые, главное, чтобы они были вкусные. И кладу на сковородку. Кому-то нравится побольше, чтобы сырники были, кому-то поменьше. Я люблю маленькие, муж у меня, например, наоборот, любят большие, поэтому я делаю примерно средние. И если получаются разные, то тоже не сильно переживаю. Приготовьтесь, конечно, что все вокруг будет в муке обязательно, так или иначе, даже если вы очень стараетесь быть аккуратной. Ничего страшного, это все потом быстро вытирается. И такие вот красивые получаются сырнички. Чуть-чуть я добавлю масла, чтобы они не пригорали. Ну вот и все на сегодня. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, что оно было вам полезным, и вы тоже теперь приготовите себе вкусные сырники на завтрак. Если у вас есть какие-то классные рецепты или дополнения, может быть, к моему рецепту, для того, чтобы у простителей сделать еще вкуснее сырники, обязательно пишите в комментариях. Буду ждать и с удовольствием пообщаюсь с вами там. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. До встречи в следующих видео и пока-пока!